Всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии Лоскутного Шитья. Сегодня у нас четверг, 176-й лоскутный эфир. Во-первых, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы смотрите наши эфиры. Ну, а во-вторых, не просто сказать вам спасибо, это мое обещание вам, что в нашей Академии Лоскутного Шитья вы научите шить красивые, изумительные, свежие и сочные лоскутные вещи легко и с удовольствием. Если, конечно же, захотите. И у вас есть все, чтобы делать это самостоятельно, но поскольку некоторые хотят получать результаты еще быстрее, то с этой целью я придумала для вас лоскутные эфиры, и, в частности, серию, которую вы сейчас смотрите, обучающую практику, в которой мы разбираем некоторые технические приемы, как шить лоскутные вещи легко, быстро и правильно. И вот как раз сейчас, буквально через несколько секунд, Ирина Юрьевна-Муханова расскажет вам, как работать с большими панелями. Что такое большая панель? Это размер почвотовской ткани, высота 110 панелей, это ширина ткани, и ширина вот такой панели обычно 60 см, бывает иногда 90 см. Как легко и с удовольствием использовать вот эти вот крупные панели в ваших лоскутных изделиях. Прямо сейчас Ирина Юрьевна расскажет вам три способа использования декоративных панелей в интерьере, и вы вместе с ней подробно рассмотрите пятишаговый алгоритм создания лоскутного одеяла из вот таких вот крупных панелей. Там есть очень много секретов, поэтому, пожалуйста, смотрите внимательно. Итак, у вас есть несколько вариантов. Либо искать информацию самостоятельно, либо вообще не заниматься лоскутным шитьем, ну, либо смотреть наши лоскутные эфириумы, использовать четкие пошаговые авторские методики для того, чтобы получать результаты еще быстрее. Ведь вы не хотите расстраиваться, что кто-то другой пользуется всеми этими прекрасными возможностями и шьет изумительные лоскутные вещи. Итак, выбор за вами, и он очевиден. Смотрите нашу Академию лоскутного шитья, приходите на наш бесплатный мастер-класс «Волшебная формула лоскутного одеяла», ссылочка внизу, и в качестве помощи вам в конце этого видео, в ссылке под видео, есть промо-урок о том, как делать окантовку лоскутного одеяла. Смотрите Ирину Юрьевну Муханову и приходите к нам в Академию. Всем удачного дня! Добрый день! Я Ирина Муханова, креативный директор Академии лоскутного шитья. Мы с вами на предыдущих эфирах говорили о способах использования различных по размеру панелей, и, наконец-то, мы дошли до гигантских, самых больших, крупных рисунков, которые для нас готовят художники по ткани. Потому что это реально настоящие картины, и, конечно, резать их смысла нет никакого. Они прекрасны в своем вот истинном, настоящем, напечатанном виде. Сегодня мы с вами немножко познакомимся с разными способами использования таких крупных панелей в наших реальных бытовых вещах. Ну, во-первых, прежде всего, вы можете использовать такие панели совершенно в единственном числе, то есть даже не пришивая ничего в качестве декоративного панно. Можно показать вот эту вот красивую картинку охотничий, соответственно, сюжет. Вот собаки едут на охоту, летят, собственно, объекты охоты, эти прекрасные фазаны. Обратите внимание, что даже вот эта вот кайма, то есть как бы с ремнем, это тоже напечатано на ткани. То есть когда у вас картинка имеет сама внутри прекрасную кайму, видите, такие интересные ремни напечатаны, вам больше делать лоскутно ничего не надо. Что вы делаете? Вы подкладываете какую-то все-таки объемную прокладку из задних или используете термостежку, которая соединяет в себе оба этих качества, и как бы и задник, и слой пристеганной термически синтепона. Обязательно простегиваете. Я использую полевую застежку. Это может быть мозги, это могут быть спирали. Ну, цветочки здесь, как вы понимаете, по сюжету не подходят. Но если вы не владеете свободной ходовой стежкой, не важно. Вы можете просто пройти какими-то линиями. Есть у меня специалисты, которые обходят и подчеркивают каждую деталь рисунка. Это тоже очень интересно получается. Что-то не застегивают, остаются выпуклые, например, собачьи морды. Я вообще даже в свободной ходовой стежке застилающей, то есть без учета рисунка, никогда морды никому не застегиваю, потому что тут очень сразу плохо получается. Поэтому вот личики, туловище этих собак, они стежкой не затронут. А все остальное, вы видите, так вот прижато немножечко стежечкой. Вот. И такое панно вы можете использовать где угодно. В основном, я так говорю, даже у меня на заказ просили делать такие панно нужного размера, завешивая не очень хорошо декорированную стенку. Ну, там пятно, еще что-то такое, да, вот хотелось закрыть. Или на даче дверь к соседям. Там вот бывают такие вот деревянные дома на две семьи. Дверь не используется, но ее надо все-таки как-то закрыть. Ну, что ж такое-то, дверь какая-то, да? Вот специально в размер двери делали такое панно. Или окно, выходящее, извините меня, на не самый удачный участок и ваш, и, соответственно, на мусорную кучу какой-нибудь. Тоже можно спокойно закрыть такой прекрасной лоскутной картиной. То есть все будут считать, что это лоскутная работа, но на самом деле использование вот таких панелей позволяет нам сильно экономить наши силы и средства. То есть это не аппликация, это не мозаика, это вообще к лоскутному шитью отношения не имеет, но это красиво, интересно и может быть по-деловому использовано. Если у вас, как бы, панели кажутся либо незаконченной, либо, вот как этот вот вариант, либо она, соответственно, недостаточно по размеру, потому что типовые размеры таких больших панелей, это 60 на 110 или 90 на 110, но иногда нужно покрупнее изделие сделать из этой панели. Тогда мы выбираем ткань, которая вот эта вот, смотрите, как интересно получилось, это еще панель, вот эта вот линия, вот эта вот полоска с орнаментом, с клеточкой, а вот это уже ткань, которую я подобрала в цвет, в тему данной панели. Обратите внимание, насколько гармонично смотрится, если вы кальму подбираете правильно, в цвет, в тон, и главное, по сюжету тоже неплохо было бы подобрать, тоже осень и осень и осень. То есть, обращаю ваше внимание на то, что вы можете такой крупноузорной тканью и пошире пришить кайму и сделать изделие побольше, или несколько таких вот крупноузорных тканей собрать в большое полотно и, опять же, получить нужный размер панели. Обратите внимание, что особенно эффектно смотрится кайма в виде, скажем так, дерева, то есть из ткани, которая имеет окраску под натуральные материалы. Вот, обратите внимание, здесь у нас с вами поддеревянные, вот, если внимательно присмотреться, тут даже вот полоски этого дерева есть, также хорошо смотрится под песок, под камушки, под морские волны. В тему центральной панели получается очень эффектное изделие. И обратите внимание опять, да, что у нас с вами вот это еще панель, а вот это пошла уже кайма. Насколько важно попасть прямо тон в тон к краскам, которые использованы при печати этой панели. Тогда абсолютно вот прям, ну не скажешь, что это кусок ткани вообще не относится к центральной панели и взят совершенно из другой коллекции. То есть, прежде всего, обращайте внимание на то, чтобы рама была у вас очень подходящая к вашей центральной, красивейшей, лоскутной, ну не лоскутной, текстильной, я бы так сказала, картине. Конечно, еще один способ использовать такие крупные панели – это одеяло. Ясно, что в одеяле рисунок, напечатанный на ткани, вот только что я вам показывала панно, эта же самая панель, точно такая же, задействована в центре уже лоскутной работы, лоскутного одеяла. В данном случае у нас есть пять простых шагов, чтобы превратить это прекрасное произведение, еще раз повторяю, текстильного искусства, потому что за вас, художник, тут много чего интересного нарисовал, разглядывать это можно бесконечно, надо только грамотно оформить. Значит, первый, соответственно, шаг к тому, чтобы превратить это в одеяло, это подобрать правильно лоскуты, ткани под цвет центральной панели. Обязательно, если лоскуты будут вообще не из этой оперы, если они будут других цветов, так сказать, неподходящих рисунков, то, конечно, такого единого произведения вы не получите. Поэтому подбирать под панели лучше ткани либо гладкокрашенные, либо с какими-то разводами неясными, чтобы не перебить рисунок самой панели. А лучше, если у вас есть ткань, но это редко, конечно, встречается, и, честно говоря, мы долго это все подбираем, если у вас встречается ткань с элементами рисунка этой панели. Потому что я вас уверяю, вот эта вот ткань с облаками, она, опять же, не в коллекции к этой панели. Это просто отдельная ткань. То есть был выбор разных тканей, но самое лучшее – это взять какую-то сюжетность в самой панели, какой-то сюжет, в случае облака, и практически один в один повторяются они вот в этой красивой ткани. Кроме этого, под цвет камней и какой-то вот желтоватой такой зелени тоже подбирались лоскуточки для более мелкого набора. То есть, еще раз повторяю, первый шаг к оформлению – это правильно подобрать палитру. Второй шаг к оформлению – придумать орнамент, который не убьет ваше центральное произведение. Если вокруг этого прелестного маяка вы начнете делать сложные звезды, у людей сразу начнут глаза метаться из стороны в сторону, то есть сложный орнамент при наличии панели – это сразу минус, сразу минус. То есть все, друг с другом начнет спорить, бороться за ваше внимание, работа опять же распадется. Поэтому самое простое орнаментальное решение, предельно простое – полоски, квадратики. Обратите внимание, что я могла бы просто добавлять ленты подходящих материалов вокруг. Тут эта ленточная сборка берется, вот этот весь набор лоскутов, режутся там определенными полосами шириной 8-7-8 см, и уже не надо, и шире тоже нехорошо. И набирается полная лента. Отрезки там берутся разные. Ну там от 30 до 50-70 см вы можете брать отрезки этой ленты, этих полос, сшивать их в единую ленту и начинать закручивать вокруг центральной панели. У меня учащиеся делали такие варианты, получается очень эффектно. Но опять, единственная, соответственно, проблема, чтобы они все, вот эти вот ткани, которые вы используете для этой ленточной сборки, нарастание полотна до нужного размера, были все из этой вот цветовой палитры. Чтобы не шагу в сторону, иначе сразу вы пойдете от этой красивой картинки в сторону. Вариант номер два, квадратики. Это могла бы быть шахматка, это могли бы быть какие-то вот бессистемные тоже наборы абсолютно, то есть хаос какой-то. Но в данном случае мы использовали элемент узора вокруг цвета, потому что он собирается ускоренной технике, тоже через полосы, которые сшиваются в полотно, режутся поперек, и таким образом вы получаете вот все варианты вот этих вот рядов. Соответственно, вот этот вот орнамент, он как бы наиболее сложный в сборке, потому что очень сложно рассчитать, какое количество, так сказать, какой размер надо сделать этой рамы, и чтобы эта рама еще потом вот в этих уголках там где-то, ну, как бы точно совпала. Тут примена хитрая система, я потом нашивала просто на эту раму сверху вот эту центральную часть, потому что как бы точно рассчитать размер для мозаичной сборки здесь практически не удается. Обязательно мимо квадратиков, соответственно, попадаешь. А так вот просто если вот эту часть просто сверху нашить, получается нормально совершенно. И, наконец, оформление дальнейшее. Обращаю ваше внимание, что это вот широкая полоса по краям. Она сделана только с двух сторон, потому что одеяло предполагает, что у вас две спинки кровати. И то, что спускается уже с поверхности самой кровати, не так важно декоративно. Да, поэтому можно просто куски материала пришить, как сделали мы. То есть наращиваем то, что свисается с кровати, просто цельными кусками материала. Какой ширины, а вот какой высоты нужно закрыть кровать? Вот столько и пришивайте. То есть тут никаких проблем нет. Обращаю ваше внимание, что ни сверху, ни снизу этих полос нет. То есть предполагается, то есть здесь только все заканчивается на квадратиках, предполагается, что именно размер кровати именно такой, и чтобы спускалось именно вот это вот краевые две с той и с другой стороны полосы. Значит, это был, соответственно, второй шаг, когда вы придумываете орнамент. Третий шаг у нас с вами, конечно, это качественная сборка. Сборка здесь ведется, как вы видите, достаточно простыми способами, но все проблемы, связанные с растяжением тканей, здесь возникают очень серьезные. Потому что, обращаю ваше внимание, у панели есть долевая сторона, которая, вот она, вот эта долевая, которая абсолютно не тянется, а вот поперечная, она тянется. Тут либо надо это, соответственно, стабилизировать хотя бы узкой полоской, грубо говоря, паутинки, да, чтобы не растянуть в процессе работы, либо часто прокалывать булавками и в процессе сборки не сильно тянуть. То есть при сборке возникают те же проблемы, которые возникают при любой работе по мозаике, если у вас есть тянущиеся стороны и не тянущиеся. С этим надо серьезно бороться. Третий, соответственно, шаг мы с вами рассмотрели, это сборка, и возникающие проблемы, их надо серьезно решать. Четвертый шаг – это стежка. Опять же, я вам показывала, если здесь, на панели, у вас есть какие-то лица, какие-то мордочки, неважно, да, то есть есть сюжет, который вот хочется, чтобы он вышел на передний план, пожалуйста, по нему не стягайте, стягайте вокруг. Конечно, поле дальнейшее набора вы можете стягать так, как вам хочется, как нравится. Но, сразу говорю, если по этому прекрасному маяку вы начнете выстегивать перышки, так любимые определенным, так сказать, кругом стягальщик, вы потеряете этот рисунок. Здесь нужно брать самые незаметные варианты свободной ходовой стежки, грамотно подбирая по цвету нитку и абсолютно грамотно подбирая рисунок. Потому что любые вот эти вот декоративные финтифлюшки, стегольные, скажем так, да, они будут работать против этой панели. Поэтому обращайте внимание на, прежде всего, на свойства панели, на ее рисунок и не пытайтесь с ней бороться узорами стежки. И, наконец, последний, пятый шаг в оформлении нашего лоскутного изделия – это окантовка. Обращаю ваше внимание, что все полосы, вот эти узенькие, проставочные и окантовка, если там внимательно посмотреть на, соответственно, край одеяла, они выполнены из одной и той же ткани. И вот эти, казалось бы, узкие, просто узкие линеечки все объединяют работу воедино. То есть сложный, разный орнамент, сюжетный, мозаичный, цельная ткань, которая работает своим орнаментом, соединяются вместе посредством вот этих вот одинаковых по цвету достаточно узких полосок. То есть не разнообразьте ткани, которые вы используете на вот эти мелкие проставки. Они дают очень хороший, немножко витражный эффект вашему изделию. Таким образом, я вам сегодня рассказала различные способы использования крупных панелей в вашей лоскутной работе. Пользуйтесь этим в своей интересной творческой работе. Надеюсь, что следующее занятие по использованию крупных узоров на ткани будет вам также очень полезным. Удачи вам в вашем творчестве! Спасибо!